Мне пришлось выкручиваться и находить ситуацию, когда я всех все устраивал. Ну, начну с того, что я понял, что все-таки главная реклама, это реклама не телевидение, не пресса. Ну и в то время, когда я начинал, особо социальные сети не работали. Ну, не знаю, как сейчас, Катерина рассказывает, что социальная сеть очень сильная тема, очень продвигается. Возможно, действительно, это все-таки есть. Но, к сожалению, лично я работаю с этим и, честно говоря, не очень это работает у меня. Может быть, я неправильно делаю, я это не отрицаю. Возможно, нет у меня человека, который бы это продвигал. Это тоже действительно неправильно, что его нету. Ну, есть то, что есть. Поэтому я поделюсь с вами тем, что я лично попробовал. Сейчас план накидал следующий. Так, первое, что очень сильно работало, это офис. Офис это место, где вы можете пригласить к себе клиента. Ну, сейчас скажете, так как клиент даже идти не хочет. Он позвонил, спросил сразу, сколько стоит. Ну, так же же получается. Сколько вы стоите? Я говорю, вы хоть знаете кто? Ну, не важно, я там уже маленько прочитал, там где-то, что вы есть. Сколько вы стоите? Вот это большая проблема. И я придумал несколько ходов, как заманить к себе клиента. Ну, ходы были очень простые, на самом деле. Это цена. Мы с вами всегда почему-то очень клюем на эти вещи, всегда обращаем внимание, особенно, когда идем по улице, видим скидки такие-то. Ну, даже нам вроде бы не нужно это. Ну, скидки же, ну, елки, как с этим воспользоваться? То, тем самым же образом и я поступил. Все очень просто. Мне звонили, и меня спрашивают, сколько вы стоите? Я говорю, 100 долларов. Они говорят, ну, почему так мало? Я говорю, приходите, узнаете. У меня специальная акция, вы как раз попадаете под эту акцию. На самом деле, не важно, что вы скажете, важно то, что вы к вам пришли. И очень важно, чтобы пришли на вашу территорию. На самом деле, тут очень сильный психологический фактор. По поводу офиса или места проведения. Конечно, место встречи с ними. Очень важно, действительно, чтобы это было ваше место. Но я знаю, что у них всякие есть такая возможность, и поэтому приглашают, там, домой, в комнату, где 10 детей, там, извините, вот такие подробности, там, тут же жена кричит, и ты когда придешь кушать, там. Вы знаете, такие вот ситуации бывают. Может быть, вы такое делаете, я не знаю. Но я просто был зацепленным таких подобных вещей. Категорически нет. Однозначно нет. Своя территория – это не место вашего жилья и ваших личных каких-то проблем. Это то место, где клиент придет, и он почувствует, что вы лучший. А что делать для того, чтобы вы были лучшими? Ну, в первую очередь, это, конечно же, сама атмосфера и презентация вашей работы. Что такое презентация вашей работы? Это не значит, что вы достали компьютер, ноутбук, включили, и сказали, вот, я лучший. Все остальные – это просто никто. Я вот самый лучший. Это неправильный подход. Я поступал таким образом. Я всегда оформлял место, где я находился. Это обязательно висели картины мои. Были представлены фотокниги. Обязательно играла какая-то легкая музыка. Грубо говоря, я задействовал все рецепторы, которые нам присущи. То есть, чтобы человек видел, чтобы это очень красиво, слышал, что это очень классно. И, ну, как еще один подсказал, ну, раз ты так уже что-то перечисляешь, давай пусть еще и запахи будут классно. Ну, возможно, он прав, но я так не делаю. Ну, задумайтесь над этим тоже. Дальше. Я показывал книги очень дорогие. Да, я делал презентационные книги, они были очень дорого выглядели и дорого стоило, но это того стоило. Да, конечно же, клиент не всегда заказал такие фотокниги, но он был уверен, что часть этого дорогого и классного будет у него тоже. То есть, такой, знаете, маленький самообман. То есть, когда мы заходим в какой-то магазин и покупаем какие-то вещи, мы даже покупаем не столько эту вещь, а столько окружения этой вещи. Вот то же самое и здесь должно было работать. И действительно это работало. Что было еще важно в офисе? Место, где мы встречались. Это было очень важно общение с клиентом. Очень важно, чтобы он понимал, что вы именно тот, который ему нужен. Тот, кто ему нужен с позиции профессионала. Как работают профессионалы? Как работают люди, которые знают, что нужно клиента привлечь? Это убеждение. Все очень просто. Если вы покажете книгу, и, как я сказал, скажете, я классный, я побывал в 100 странах, там все дела. Вот, заказывайте меня. На самом деле это не работает. Работает другое. Когда вы рассказываете, что вы делали, как вы это делали, и как это сложно было сделать. То есть, некую историю вы рассказываете и убеждаете в том, что именно я тот специалист и профессионал. Потому что именно я чувствую именно ваши отношения, вашу любовь. И только я смогу это сделать. Да, есть коллеги, которые могут это тоже сделать, но они работают в другом стиле. А именно мой стиль, именно для вас, больше подходит. То есть, никаким образом я никогда никого не отпускал и не говорил, вы знаете, он там плохой, он там еще что-то делает. Вплоть до того, что у меня были такие случаи в жизни, когда мои коллеги категорически говорили, что Сергей не работает, он уехал в другую страну и все здесь не живет. То есть, ну так, чтобы я не работал. Ну, это смешно, конечно, звучало, особенно потом, когда мы встречались с этими людьми, они вообще-то рассказывали. Так вот, значит, убеждение. Убеждаю, что я лучше. Именно с профессиональной точки зрения. Вплоть до того, что я опускался до таких вещей, что я рассказывал, что я снимал на какую-то камеру, такая-то оптика, именно она передает те качества, которые вы видите в фотографии, и использует какие-то программы. На самом деле, это куча много ненужной информации, как вам кажется, но это не для клиента, ему все очень важно. Это точно так же, как вы приглашаете к себе плиточника, который вам должен плитку положить, и он вам начинает рассказывать, есть плитка такая, клей такой, и сделаем так, и это будет круто. Либо другой придет и скажет, ну это будет стоить тысячу евро, плитку положить. Вот так, не, ну как-то дорого. А другой, ну первых человек придет и скажет, нет, ну конечно же, плитка такая, клей такой, сто лет будут стоять, еще внуки будут головой биться, и все будет работать. То есть, понимаете, вот такие вещи, они очень-очень нужны. И это действительно работало. Так, быстренько я так хочу много чего сказать. Дальше. Что работало? Дресс-код. Я не знаю, часто ли вы бываете свидетельны, что на самом деле происходит в плане того, как люди одеваются. Ну, наши коллеги. На самом деле это очень большая проблема. И почему это важно? Дело в том, что клиент, он же видит, и он хочет, чтобы работники, которые сферу услугу предоставляют, они тоже были очень хорошо одеты в том плане, что это имидж и ваше отношение к тому, что вы делаете. Ну, представьте себе самые банальные вещи. Не знаю, вот, бывали ли вы за границей, заходишь в троллейбус или автобус, водитель сидит в костюме и едет за рулем. Казалось бы, зачем водителю автобуса костюм? Ну, какое отношение сразу к этому автобусу и к этой стране? А когда заходишь на нашу маршрутку, видишь этого человека, и ты понимаешь, что быстрее бы отсюда сбежать. Вот такие же вещи происходят и у наших клиентов. Поэтому, естественно, это очень-очень важно. Я не говорю про то, что вы должны быть в костюмах, но хотя бы нечто подобное, но чтобы это не было так страшно, как у меня был один раз, ну, я был в Хабаровске, была команда представленная оператором из Хабаровска, ну, и наша команда фотографов. Так вот, представьте себе, все в смокингах, печальник платит, все красиво, там, куча декораций, очень много тех, что потратили, и заходит команда операторов. Ну, было лето, такие шорты, по колено, в клеточку, желтые майки, название студии-зале, и ходят там со статиками, со своими красивыми штативами, камерами. Можно представить, как это все выглядело. Мне так было стыдно, хотя ко мне это никакого отношения не имеет, но у меня реально было стыдно. И самое страшное, что потом, когда фотографируешь, они у тебя всегда везде есть. Если бы молодец-то были более-менее, то и были бы в кадре, ничего страшного. А по большому счету, потом обрабатываешь эти фотографии, и их всех пытаются как-то спрятать, удалить. Ну, занимаясь еще не нужным делом. Так, клиенты на свадьбе. Я понял, что самый серьезный рекламоноситель ваш, это люди, которыми вы общаетесь. Или, как я говорю, знаете, есть такое выражение BBC, не знаю, слышали, не слышали. Это баба-бабе сказала. Вот это очень стильная работа. Я начал думать, что достаточно того, что я снял свадьбу, отдал ее. И молодожены показали мою свадьбу подружкам, друзьям. И все говорят, вау, классно, все, заказываем тут серьезно. Оказалось, совсем не так. Многие наркотик прячут и скрывают, кто снимал эту свадьбу. Только для того, чтобы друзей не было точно так же классно. Или хуже, ну, не знаю, как там они себе думают. Я был лично свидетелем таких ситуаций. Поэтому я пришел к такому мнению, что нужно зарабатывать, находить клиентов на самой свадьбе. То есть, как обычно мы работаем на свадьбе. Ну, то есть, у нас там утро, прогулка и банкет. Так вот, именно на банкете бывает время, когда вы более-менее свободны. Ну, по большой части, конечно, я общаюсь и говорю больше для фотографов, нежели для видеографов. Ну, если вы принолюбитесь, вы можете точно так же, как и в видеографе, тоже такие вещи делать. Я всегда снимал, кроме молодоженов и гостей, именно молодые пары, либо девчонок на свадьбе. То есть, когда у меня пауза есть, а пауза всегда есть, я их фотографировал и потом обязательно показывал, что я сделал. Это было очень важно для меня, чтобы клиент, мой будущий клиент, понимал, что именно я сниму книг очень красиво. И это действительно работало тоже. У меня часто были после этого звонки именно от этих клиентов, когда мне еще вспоминали, говорили, помните, вы меня фотографировали? Вот, я вот хочу вас заказать. Это очень важно, потому что не всегда будущие невесты понимают, как они будут получаться у вас на фотографии. Ну, некоторые ребята предлагают лав столика, вариант бесплатный, чтобы узнать такой тест-вариант. Вы будете смотреть, как вы получаетесь, и я зато посмотрю, как с вами работаю. Ну, если у вас есть возможность, вы можете так и делать. Но я пошел по этому пути. Все равно у меня есть пауза на свадьбе, и я могу в это время работать. И, кстати, проходили даже такие варианты, что я фотографировал бабушек и дедушек. На самом деле, не столько, чтобы им показать, как они классно получаются, а для того, чтобы находить общий язык с ними. И тоже за вас замолкать словечко. Это тоже очень помогало. Работа после свадьбы. Ну, как уже говорили многие, все заканчивается тем, что мы сняли свадьбу, отдали и забыли. И да, и нет. Дело в том, что я очень настоятельно рекомендую дальше продолжать общаться с этими людьми. Конечно же, до свадьбы или на самой свадьбе, ну, лучше до свадьбы, брать, конечно, контакты у этих людей. Ну, в социальных сетях они есть, там, или e-mail, или телефоны. Все, что возможно, все берите. Либо еще поступите хитрее, когда вы договор даете на подпись, внизу написано «Контакты клиента». И обязательно нужно писать все контакты. Зачем это нужно? Это для ваших пазлов. Дело в том, что не всегда у нас так радостно, вот, когда я, допустим, этот год или прошлый год, свадьб, вы же сами понимаете, стало меньше, упали цены, но жить-то надо как-то. И не хочется обрисовать наше любимое дело. Поэтому надо заниматься, конечно, продвижением себя дальше. Конечно же, этим же клиентам вы не снимете снова свадьбу. В силу разных причин. Но вы можете снимать нечто другое. Почему-то все думают, если ты снимаешь свадьбу, ты не можешь снимать, там, допустим, портреты, семейные праздники, какие-то там еще варианты. На самом деле, все это можно делать. И делать это еще более того, даже обещая на самой свадьбе, что вы, при заказе, что вы будете делать скидки на будущие съемки. Ну, обязательно, это всегда есть юбилей, годовщина свадьбы, дни рождения супругов, также дни рождения детей. И то есть, очень много поводов есть. Так же самое, Новый год, женский праздник, мужской праздник. Ну, придумайте праздник лета, все, что угодно. И периодически отправлять рассылку о том, что вы есть, и что у вас сейчас как будто случайно акция. Или, может, действительно акцию сделали. И поэтому, так как вы клиенту пишите, так как вы раньше были моими клиентами, для вас есть очень хорошая акция по скидкам, какая-то вот услуга. То есть, подарите подарок жене или мужу съемку. Да, возможно, не всегда так будет работать, но все-таки это тоже имеет шанс на успех. И это здесь, в моем случае, это работало. У меня есть несколько семей, которых я до сих пор веду. И достаточно, вот именно в зимний период, когда не очень много заказов, я всегда перекрываю зиму именно этими заказами. То есть, семейная съемка. Это либо муж-женой, либо все вместе, либо день рождения, ну, такого плана что-то. Так, дальше. Уступки взаимные, я так назвал. Это по поводу того, что, когда просят клиент, а вы можете уступить цену? Ну, допустим, вот вы стоите там тысячу долларов, а вот давайте вы нам снимите за 500. И обычно многие клиенты, многие фотографы обижаются, говорят, ну, нет, я столько денег не могу из-за этого, мало, я очень крутой, ну, и так далее. Я в этом случае предлагаю не обижать клиента, и просто объяснять ему, что нет проблем, хотите дешевле, будет дешевле. Ну, раз я иду к вам на уступки, так и выйдите ко мне на уступки. То есть, давайте так, если я меньше зарабатываю, значит, я меньше работаю. То есть, я меньше делаю. И таким образом получается какой-то контакт. То есть, мы не откидываем клиента, и в то же время клиент даже, как и на вашей стороне получается, он начинает понимать вас, он тоже соглашается с этим. И тоже такие вещи, вот, очень сильно работали, помогают. Ну, группы реклама и группы соцсетях. Это очень интересная тема. Конечно же, вам придется по-любому себя рекламировать и анонсировать. Действительно, на сегодняшний день есть возможность более-менее экономного и бесплатного варианта это реклама в социальных сетях. Рекламирует себя просто на своей страничке, на сегодняшний день, очень мало. Это нужно, конечно же, участвовать в каких-то группах, пабликах, где есть возможность, конечно, выставлять то, что вы делаете. Но, стоит вопрос, что выставлять? Какое у вас портфолио? И есть ли у вас вообще портфолио? И вообще, знаете ли вы, что такое портфолио? На самом деле, очень большая беда. У многих фотографов. Причем я не могу понять, чем это обосновано? Многие думают, что портфолио – это то, что вы сняли за всю жизнь, и это все нужно максимально выставить и всем показать. То есть я честный, я снял свадьбу, я все показал. Очень здорово, молодцы. Но вы уверены, что человек, который ищет хорошего фотографа или оператора, заходит на вашу страничку и прямо все тысячу ваших фильмов или десять тысяч фотографий смотрит. Да нет же, конечно, не будет он все это смотреть. Он будет смотреть всего лишь какие-то минимальные вещи. Причем самое обидное, он порой просматривает буквально несколько работ, самых последних, что вы выставили. А это, как назову, самая ужасная свадьба, которая у вас была за все это время. И представляете, что происходит? Он не дойдет до самых лучших ваших работ. Естественно, работайте над своим портфолием. То есть выбирайте самые лучшие работы и работы, которые показывают ваш стиль. Ваш стиль работы, и чтобы все понимали, будущее ваших клиентов, что именно в таком вы стиле работаете. Если клиенту нужно больше, он всегда сможет поискать в ваших альбомах, либо написать вам, вы знаете, у вас интересная работа, а можно ли посмотреть целиком с вами. Вот тогда я предлагаю показывать то, что он хочет. Вы не представляете, на какой степени сейчас ленивый клиент. Я раньше не выставлял свою свадьбу целиком в социальных сетях. Так сейчас я выставил, и что вы думаете, что поменялось? Точно так же пишут, а можно посмотреть целиком вашу свадьбу? Я говорю, так есть же свадьба. Вот, пожалуйста, в соседний антон зайдите, написано же. Ой, а я не заметил, я там не ходил, не смотрел. Вот вам и ответ. Видите, насколько они ленивы. А вы хотите, чтобы он все просмотрел и сказал, да, вот это здорово. Да не будет такого. Поэтому подбираем лучше ваши работы, которые определяют ваш стиль и то направление, в котором вы хотите работать. Хотите, чтобы вас молодожены прыгали и там кувыркались? Выставляем такие фотографии. Хотите, чтобы они ничего не делали в кадре, умело лежали? Значит, такие будут работы клиентов в будущем. И в таком направлении работаем. Так, это из того, что я хотел вам сказать, донести быстренько. Так, еще одну тему я хотел поднять. Это жестокая конкуренция. Жесточайшая. Или как выжить этой конкуренции. На самом деле, конкуренты даже не вы друг другом, в персонал. А вы уже конкуренты с простыми, обыкновенными людьми. Потому что на сегодняшний день, кто бы не родился, уже имеет фотоаппарат. Ему сразу дают телефон, нас снимай. Более того, мой друг хвастается, ну ему ребенку год, но он взял телефон, такой кадр сделал. Ну мы с вами понимаем, что это совсем не то, что нужно, конечно. И самому большому сожалению, я часто слышу в последнее время, что мне такое говорят. Мне, конечно, приятно, но я так понимаю, что это абсурдность. Говорят, вы знаете, ваши фотографии отличаются от всех. Потому что остальные фотографии снимают, как мои друзья. Ну в чем разница-то, я не вижу. Это большая беда на самом деле. То есть люди не видят разницы между профессиональным фото и обыкновенным фото. Настолько все это уже смешалось в общую кучу. И вот что делать для того, чтобы отличиться от всех? Хотите вы того или нет, цивилизация идет вперед. И раньше, если компьютер для нас было это что-то необыкновенное, как фотографию компьютера еще и обработать, да вы что? Точно так же и раньше, когда в пещере рисовали углем, говорили, какой холст, какое масло, ну что? Нет, только в пещере, только углем. Точно так же и сейчас ситуация происходит. Хотите вы или того, не хотите, вы все равно вынуждены сейчас не только фотографировать, но и еще что-то делать с фотографией. Поэтому, в первую очередь, нужно определиться со своим стилем, определиться с тем, что вы будете делать, обрабатывать, как вы будете фотографировать, как обрабатывать, но обязательно, чтобы это был четко ваш выраженный стиль. Не важно, насколько он будет хороший, совершенный, и насколько вы его хорошо будете подавать. Очень важно, чтобы вы работали в одном четком направлении, в вашем стиле. Ну, например, вот, допустим, взять меня. Я вот сейчас, ну, уже много лет работаю в каком-то определенном стиле. Многие коллеги узнают и говорят, да, это такое-то, такое-то, это очень здорово, но у него там то плохо, то плохо, или то хорошо. Не важно. Важно, что знает ваш стиль. И для клиента это тоже очень важно. И клиент понимает, что за фотографии, которые отличаются, есть смысл платить больше. Ну, она же не такая, как все. И вот встает второй вопрос. Насколько ваши работы гениальны или не гениальны? Это буквально на днях я общался со своим другом очень близким. Он тоже фотограф, и они там среди фотографов общались на тему, что гениально, что не гениально. И один фотограф заявил, говорит, ты знаешь, мне не стыдно за то, что я снимаю. У меня реально, если бы кто-нибудь приехал в мой город и показал, я ему показал бы работы, вот пять работ я могу показать, за которые не стыдно, они гениальны. На что мой друг сказал, говорит, ну да, у меня нет таких работ. Ну я, за то, что я работал, я купил квартиру, машину, и моя семья обеспечена. И вот в чем гениальность? Гениальность этого человека, который делает фотографии, как одному кажется, что не очень, а второму кажется, что очень. На самом деле, друзья, большой вам секрет открою. Творчество – это тоже большой бизнес. И на самом деле, ваша фотография гениальность определяет не ваши коллеги, а клиента, который платит деньги. И чем больше заплатят денег, тем вы гениальнее. И, как сказал Андрей Чапович, это слишком попсово. Да, и чем попсовее, и чем больше заплатят, тем вы гениальнее. Вы, может быть, изучали историю искусства или не изучали, но очень рекомендую почитать и полистать все, что касается всех гений, которые известны. Обязательно всегда за этими людьми кто-то стоял. Обязательно всегда были большие деньги. Не знаю, хорошо это или плохо, но так есть. Это правда жизни. Поэтому я к чему все это вел. К тому вел, что я вам рекомендую задумываться над тем, насколько это гениально, а насколько это интересно вашему клиенту. Насколько вы можете подать и продать вашу фотографию. Вот что очень важно. Поэтому я, кстати, очень много рассказываю об этих вещах на своих мастер-классах. Я очень советую вам прийти и послушать по поводу того, как привлечь внимание вашего клиента. И знаете, самое страшное, что у всех фотографов отсутствует, это понятие психологии кадра. Оказывается, есть такая наука, как психология кадра. Никто никогда не задумывался над тем, что сфотографировать, это не просто нажать кнопочку и получить какой-то результат. Важны на самом деле очень многие аспекты психологии восприятия. Это так же самое, как в бизнесе. Сказал скидка и все повелись. Точно так же и фотографии. Сделал определенное изображение и все повелись. И вот таким образом, зная вот эти все аспекты психологии, восприятия кадра, вы можете привлекать своего клиента. Ну, я не знаю, насколько здесь много фотографов, я знаю, насколько это больше все-таки видеографов. Но видеографов та же самая большая проблема. Зачастую видеографы, ну, сейчас, как касается видеографов, просто просматриваю работы. А так как я имею все-таки 10 лет стажа работы на телевидении, очень плотно общался с камерой и режиссурой, я все это знаю, я сюда прошел. И почему-то многие видеографы считают, что главное в видеоизображении это динамика в хатре. Ну, еще там может быть эмоции. Ну, документальность. И все, на этом все останавливаются. К моему большому сожалению, на самом деле это не так. И на самом деле очень важны другие аспекты. Это аспекты, из чего состоит изображение. Изображение не важно, это видео, фото или картина. Это все изображение, то, что мы увидим с вами. И за этим стоит очень много законов, которые, к сожалению, мы, увы, не учитываем. Поэтому, друзья, я вас приглашаю на свой мастер-класс. Надеюсь, вы очень много узнаете полезного. А действительно много полезного. Не только с моих слов, а с слов, кто был на моих мастер-классах, об этом знают. Очень рад всех был вас видеть. Всех люблю, целую, пиши. До встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ